Ну, наделали мы там темы. Вот, кстати, у меня еще один проект. Называется Трикола. Новая группа. Вот, нас там трое. Как Виагра, только мужской вариант, наверное, да? Ну, хотелось бы. Слушай, здесь вообще человек просто полный фантазии, каких-то вообще невозможностей. А, ну вот и клипы же я сам тоже делаю. То есть, все, что... Ну, потому что сам не сделаешь, никто же не сделает. Может, ты костюмы себе шьешь? Нет, костюмы покупаю. Да? А скажи, а ты язык-то выучил? Да. То есть, уже можешь спокойно общаться с ними, да? Да. Ну-ка, скажи нам что-нибудь. На каком языке? На бельгийском давай. А бельгийского нет языка. Есть французский и фламандский. А так ты какой освоил? А я и тот, и тот. А по фламандски? По фламандски я могу с вами поздороваться. Ну-ка, попробуй. А сейчас что у нас? День? Как минимум, может... День или вечер? День, да. Хой мидаг. Это как на немецком. Гуден так, так сам вот так вот. Вот смотрите, отлично, и возможно, прям-таки, вот, практически в прямом эфире. Это по-фламандски, конечно. Я первый раз, как пришел в школу, мне так сказали, я так на них смотрел. Как вам не стыдно? Они же не знают. Как вам стыдно? Ну... Слушай, а скажи, пожалуйста, а в Беларуси есть какие-нибудь сумасшедшие поклонницы, которые там, я не знаю, цепочки рвут, за нос норовят ухватить? Еще какие-нибудь выдающиеся? Нет, ну мы пока еще нет, потому что мы только молодой такой проект, скажем так. Ну, по радио крутят нас две композиции наши, вот на музыкальные каналы взяли тоже. А вот мой клип, вот этот вот, на который на баяне инструменталка, так его уже целый год крутят там и в метро, и по музыкальным каналам, там, по Муз ТВ, там, по МТВ белорусскому. Вот, так что, ну, в принципе, так особо никто не знает. Вот в музыке, то есть, вот от такого до баяна, что вот, к чему, куда кривая выведет? А я считаю, что нужно заниматься всем вместе. Я вообще-то еще, когда в школе был, я был диджеем, то есть я в школе крутил дискотеки, вот. Ну, мне нравится все, а сейчас еще там попутно на барабаны пересел, и с двойной бочкой, то есть, занимаюсь, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы записывать уже и по металлу тоже альбомы. То есть все сам, на самом деле, человек, оркестр. Ну, как бы, да, возраст уже, как бы... И это сколько? Тридцать шесть. О, да, конечно, возраст. Уже нужно все знать. А скажи, пожалуйста, что, не исключена возможность, что мы очень скоро услышим тебя читающим? Рэп, возможно ли, а РНБ? Сейчас же это так круто, модно и, типа, прибыльно? Нет, РНБ нет, что-то меня не... Мне вот русские народные такие, хороводные, вот это вот... Ну, вы послушайте, посмотрите, или клип даже посмотрите, там, понятно все. Ну, сейчас же это же синтезируют, совмещают вроде как бы? То есть тебя это не привлечает абсолютно ни в каком варианте? Ну, может быть, если только песни или музыку буду для кого-то писать, если вот для каких-нибудь, там, не знаю, кто попросит. Ну, в общем-то, кто попросит, мы об этом узнаем чуточку позже. Ну, а, в принципе, у нас уже складывается даже такая полная картина вот этого человека. Если охарактеризовать двумя буквами, шепы. Швой парень. Все вот так вот, по-братски, по-славянски. Ну, да ладно, у нас очередной вопрос на очереди, поэтому прямо сейчас давайте послушаем еще и девушку. Здравствуйте, я Юлия Рудская, эстрадная певица из Кыргызстана. С недавнего времени я стала вести прямой эфир утренней передачи на государственном канале, что позволило раскрыть в себе совершенно новые таланты. А как вы относитесь к тому, когда музыканты становятся телеведущими? Кто еще расскажет о себе, как не я сама? Ну? Ну, я считаю, что это очень хорошо. У нас вообще в Беларуси это просто повально. Все музыканты становятся ведущими, и все ведущие становятся музыкантами-исполнителями. Митико что-нибудь ведет еще? Да. Какая-то новая там у него программа. А поет? Наверное, да. Но я так не особо хорошо знаю. Я телевизор... Потому что он рано утром, а я рано утром не могу телевизор смотреть. Я только в это время не сплю, поэтому я не знаю, что там происходит. Ну, а ты сам вот не планировал как-то что-то где-то сопутствующие, какие-то профессии освоить? Ну, у меня, в принципе, очень много времени уходит на видеоклипы, на производство собственных, как бы. И я думаю, что нет, на телевидении, ну, это нужно постоянно привязанным быть, постоянно...